Доброе утро, уважаемые трейдеры! На повестке предстоящей торговой сессии ждем, собственно, этих событий, поскольку от каждого серьезного повода, может быть, иногда, признаю, было чрезмерное ожидание, но все-таки хочется получить поддержку для реализации наших долгосрочных инвестиционных идей. Друзья, торговая сессия понедельника была довольно-таки вяленькой, но обычно мы работаем с похожей незначительной волатильностью в этот день, потому что, как правило, понедельник и экономический календарь не готовят нам ничего интересного. Мы обращаем внимание только на те отчеты, которые проверены временем, то есть отчеты, которые имеют статус самого серьезного влияния на волатильность и игнорируем, опять же, статистику, которая обычно не провоцирует интересные движения. Сегодня день уже может быть кардинальным образом положенным, потому что сегодня у нас выступление председателя американского регулятора, председателя ФРС Джерома Павла, который будет выступать в Конгрессе с полугодовым отчетом о монетарной политике. Можно сказать, что это первое официальное такого уровня выступление не только в этом году, а вообще, особенно с тех пор, как он сменил на столь значимую посту Джанет Геррин. Поэтому, делая большую ставку на монетарную политику американского регулятора, безусловно, когда у нас есть какой-то локальный фундамент, позволяющий пролить свет на изменения в будущем, мы следим за этим событием, потому что понимаем, что именно такой инфоповод будет оказывать наиболее серьезное влияние на доллар. Доллар, в свою очередь, будет реагировать на поведение, ну, должен реагировать на поведение доходности облигаций, облигации также влияют на американский фондовый рынок, ну, и также американская валюта сказывается на поведении своих основных оппонентов, скажем, конгорты защиты, франка, золота, драгметаллов, японской валюты, ну, и, конечно же, рисковых инструментов. Событие это номер один, друзья, в 16.30 мы ждем выступления. Сразу хочу сказать то, что послание в Конгрессе, оно довольно долгое мероприятие, собственно, будет размыто на сразу две торговые сессии. Ну, по идее, мы можем рассчитывать на спецколотильности, что сегодня, что, собственно, на хозавтра. Помимо этого, мы следим еще и за статистикой из США, напоминаю, что на этой неделе, сегодня, завтра, четверг, у нас очень много влажных релизов, которые также позволят нам подготовиться к определенным изменениям экономического роста и позволят нам убедиться в том, что ФРС, заметьте, какое, скажем, какое словосочетание сейчас использовал, потому что я абсолютно уверен в том, что американский регулятор поднимет процентную ставку в марте. Но, вероятно, сейчас еще не достигла 100%, и по мере, конечно же, выхода сильных данных мы постепенно будем расти с этой вероятностью. Ну, а теперь давайте приближаемся по основным инструментам. Это рынок нефти, который закрылся снова с повышением 67.34. Сейчас на азиатской сессии давление сохраняется, да и вчера мы, собственно, увидели, как по мере приближения европейских торгов все-таки нефтянка начинала испытывать прессинг. Прессинг 67.17 сейчас котировки актуальны, хотя, опять же, друзья, я их выписал некоторое время назад, как целевая ориентира, ситуация могла немного измениться. Спрос на черный золот, он подогревается прежними факторами, это и оптимистичный комментарий представителей ОПЕК, скажем так, не будем отдельно ссылаться на определенные регионы, скажем, ОПЕК действительно сейчас пока что еще движим высокопарными побуждениями сохранить приверженность энергетическому пакту до конца истечения сроков его действия, то есть до конца 2018 года. Поддержку котировкам нефти оказывает еще статистика от администрации энергетического информации США, которая была опубликована на прошлой неделе. Ну и, безусловно, еще и доллар, который пока находится на скромных значениях, можно говорить о слабости американской валюты и слабый долг, который традиционно приводит к спросу на энергосырье, потому что стоимость сырьевых инструментов номинирована как раз в долларе. Но сразу хочу отметить, друзья, то, что, безусловно, вот этих факторов недостаточно, чтобы можно было оправдать рост котировок, довольно выраженный за первые торги новой наступившей неделе. Поэтому, конечно же, вы понимаете, что не обошлось без какого-то локального фактора, который очень сильно повлиял на настроение трейдеров. И этим локальным фактором выступили сообщения из Ливии о определенных проблемах с экспортными подставками. Так вот, речь идет о форс-мажоре. Причина пока не разглашается, но эта причина привела к тому, что у экспорта основных пересторождений Эльфилл был снижен и сокращен на 60 тысяч баррель в сутки. Это, конечно же, очень высокий показатель экспорта для Ливии. Это цифра, которая снова позволяет говорить о рисках, собственно, ближневосточного характера. Ну и, как вы знаете, традиционно подобные сообщения, подобные факторы и новости, они выступают поддержкой для котировок нефти. Но очень быстро на рынке появляются, они также быстро с рынка, они и уходят. Что касается статистики по штатам, мы про нее уже говорили, это отчет администрации энергетической информации, потому что запасы снизились на 1,6 миллиона, в то время как аналитики Волстрит опрошены, аналитики Глобал Плац, они прогнозировали то, что запасы должны были вывести по причине сезонного технического обслуживания нефтеперабатывающих заводов. Но статистика оказалась немного другой причиной. Мы с вами разбирали вчера. Я думаю, что запасы при всем уважении к ним вряд ли каким-то образом существенно повлияли на настроение трейдеров. Вот то, что трейдеров разочаровало, так это отсутствие прироста в нефтедобыче, потому что изначально многие, да и я в том числе, настраивался на то, что производство, совокупный объем добычи должен был прибавить за неделю. Ну, производство так осталось на прежнем уровне, хотя оно очень высокое, 10,27. Часть еще разочаровала символичный прирост количества нефтяных терминалов от Бейкер Хьюса. Ну, тоже особо мы не будем расстраиваться, друзья, потому что тем интереснее будет последить за отчетами этой недели, поскольку я думаю, что трейдеры, медведи, продавцы уверены, что нефтянка, которая скорректировалась больше, чем на 10% пару недель назад, это и была первая фаза, указывающая на развитие нисходящей динамики. Но для того, чтобы более уверенно продавать сейчас нефть, нужна дополнительная поддержка. И этой поддержкой как раз могут выступить отчеты по росту нефтедобычи. И эти данные мы с вами ждем уже, собственно, завтра, когда выйдет очередной обновленный, актуальный обзор от Администрации и Администической информации по изменению производства нефти на минувшей неделе. Поэтому этот отчет мы с вами ждем, это локальный триггер. Если в этот раз статистика снова укажет на то, что прирост был довольно серьезный, я считаю, что нам достаточно несколько десятков тысяч баррелей, то котировки могут возобновить нисходящую тенденцию. На это как раз и настраиваюсь. Рубль 55.67, два мощных фактора поддержки, хотя даже три можно отметить. Это налоговый период, это предстоящие президентские выборы и восстановление цен на нефть. Можете сами систематизировать, какой из этих новостных факторов сейчас оказывают большую поддержку рублю. Но тут же идея следующая. Налоговый период быстро закончится, президентские выборы пройдут, и мы вернемся, собственно, к активности Минфина в покупке иностранной валюты для пополнения хоть какого-то пополнения статистических резервных фондов России. Да и по ценам на нефть мы уже поговорили. Я отметил очень хороший шанс на снижение цен. И, соответственно, при подобной динамике тенденции рубль будет лишенной поддержки со стороны потенциального уже... Ну, поддержки, если котировки восстанавливаются, и, разумеется, при обратной динамике об этой поддержке мы уже не говорим. Цели, друзья, вы знаете, они неизменны. Надеюсь, что вы покупаете валюту против рубля и ждете тоже возвращения, в данном случае, пары доллар-рубль в район 60 рублей против американца. Доллар японской иена сейчас зажата в довольно узком диапазоне. Мы никак не можем прорваться выше 107 иен за одного американца. В то же время вчера был еще на азиатской сессии локальный новостной хафон, который мог бы поспособствовать росту, собственно, котировок доллара. И здесь речь идет о комментариях Банка Японии о важности сохранения сверхмеркой экономической политики для расходной инфляции. Достижение целей в 2%. Кстати, Курада, который, как вы знаете, буквально 3 недели назад был назначен в Синзаапа на очередной 5-летний срок, повторил то, что японский регулятор будет и дальше прибегать к нетрадиционным способам стимулирования экономики, поскольку видит серьезную проблему в низкой потребительской активности, сказывающейся на довольно скромных показателей восстановления региона. Ну, это для нас не стало откровением, друзья. Мягкая экономическая политика для Банка Японии характерна очень давно. Напоминаю, что мягкая политика проводится для того, чтобы увеличить денежную массу, а в сравнении рост денежной массы приводит к ослаблению курса валюты и разгоняет инфляцию. Вот такая простая логическая цепочка. Ну, иена особо, конечно, пока не отреагировала на подобные комментарии, но мы не видим этого в слабости японской валюты. По доллару, что еще можно сейчас использовать в качестве роста для этого инструмента? Конечно же, фундаментальная поддержка их штатов, протоколы. Мы также уже говорили очень много протоколов, подтвердили приверженность представителей ФРС жесткому монетарному режиму. Сейчас они все более и более уверены в том, что экономические росты и расширение, восстановление силы текущей экономики – хороший фундамент для повышения процентной ставки. Вопрос только в том, сколько раз и насколько быстро, скажем, вот этот тренд и вектор нормализации денежной и кредитной политики будет реализован. Нас интересует пока что только мартовское заседание, потому что оно ближайшее, грядущее, и мы, собственно, ориентируемся на то, что ставку поднимут. Что можно отметить в качестве причины для также слабости локально, только, друзья, доллара и причины, которые подстянули, кстати, ралли американского фонда в рынке вчера. Это еще выступление Булларда, который отметил, что не считает целесообразным представителей ФРС, как вы помните, целесообразным сейчас сильно пересматривать монетарную политику и делать ставку на какой-то мощный разгон процентных ставок. Но я не считаю, что мы должны сейчас в целом полагаться на комментарии Булларда, тоже при всем уважении к нему, поскольку один в поле не воин, как говорится, среди голосующих, а членов ФРС у нас есть уже явно дотальное большинство, которое склоняется к тому, что ставки нужно повышать. Мы также уверены в том, что этот цикл политики будет реализован в таком ключе, поэтому я считаю, что для, опять же, оценки общего фундамента мы ознакомимся с этими комментариями, держим их, имеем в виду, но понимаем то, что особой картины каких-либо изменений в ней не произойдет. Поэтому политика ФРС, как был уже отмечен и подтверждено, будет оставаться направленной на повышение процентных ставок и, соответственно, остается только верить в то, что дорого на это реагирует соответствующим образом и ростом против своих основных конкурентов. Американский фондовый рынок своим ростом в ходе торговой сессии в понедельник, можно сказать спасибо технологическому сектору, действительно, ключевые компании данного сектора Apple, Intel, Microsoft показали рост больше, чем на 2%, но Microsoft чуть более слабая динамика по восстановлению, но Apple и Intel уж точно смогли вытянуть этот сектор. На прошлой неделе мы помним то, что основные индексы испытывали давление ряда, собственно, факторов. Это опасения за рост дефицита бюджета, это опасения за повышение банковских процентных ставок и, соответственно, еще мы говорили про динамику, связанную с восстановлением доходности трейера, из которой это также поступало негативным моментом. Вот я отметил то, что комментарии Булларда стали причиной интереса к фондовому рынку, но это не единственная причина, это то, что усилило, скажем, общую позитивную динамику технологического сектора и позволило тем, кто оперирует перспективами монетарной политики, делать какие-то выводы о том, был ли какой-то позитивный фонд. Почему такие выводы делаются? Ну, потому что я только что отметил, что предыдущие распродажи американского фондового рынка были связаны с ожиданием негативного влияния в целом на корпоративный сектор роста банковских процентных ставок. И если сейчас есть представители ФРС, довольно авторитетные, которые указывают на то, что ставки не нужно повышать так быстро, как рынок хотел бы это видеть, то и снижают, собственно, вот эти риски того, что политика будет исключительно жесткой, и вот эта траектория продолжится на протяжении всего 2018 года. Ну, друзья, сегодня у нас для американского фондового рынка день более значимый, чем вчерашняя торговая сессия, потому что сегодня у нас выступают не какие-то представители, ни в коем случае не хочу никого из них обидеть, а представители ФРС, а руководители, скажем, ведущие звено американского регулятора Джером Пауэлл. И вот на его комментарии, безусловно, нужно будет ссылаться, оправдывая ту динамику, которую мы в итоге будем наблюдать на финансовых обращениях. Поэтому, если Джером Пауэлл действительно не сообщит о каких-то неожиданных для нас вещах, либо его комментарии не окажутся сюрпризными, неожиданными для тех, кто, в принципе, настраивается на определенную риторику, то последствия будут следующие. Американская валюта должна укрепиться, и американский фондовый рынок должен обвалиться, потому что комментарий со стороны Джерома Пауэлла о повышении процентных ставок подстегнет рост вероятности, собственно, повышения ставок в марте, и стать причиной восстановительной динамики на американском рынке долг. Это, собственно, трижи, а рост доходности тех же самых десятилеток – это причина для снижения американского фондового рынка. Поэтому сегодня, если американская фонда, неважно какой индекс, но является частью вашего инвестиционного портфеля, готовьтесь к серьезным движениям. Без них мы не обойдемся. Евро против доллара. Европейская валюта в целом снижается. Два новостных фона вчера боролись между собой. Это комментарии о достижении коалиции, собственно, консерваторов и центристов. На этом фоне европейская валюта начала активно расти, а после выступления в 17.00 по московскому времени Драги на рынке снова начали преобладать распродажи, потому что Драги снова говорил про слабую инфляцию, про отсутствие признаков роста инвестиционных ожиданий и подтвердил еще раз то, что мы прекрасно все знаем, что без роста инфляции не будет свернута программа количественного смягчения, без сворачивания программы количественного смягчения не будут повышены процентные ставки. Ну, как говорится, повторение мать учения, друзья. Если вы сомневались в том, что такая политика будет основой для ЕЦБ, вот вам еще одно доказательство с досылкой на Драги человека, который возглавляет регулятор и который отвечает за решение. Думаю, что таких комментариев должно быть достаточно, чтобы не видеть особо какие-то бычьи перспективы для евро, а ставить на то, что европейская валюта должна слабеть. Фунт против доллара среди рисковых инструментов вчера показал британская валюта в целом наиболее интересную динамику. Мы увидели, как сначала пара уже была среди кандидатов на закрепление выше отметки 1,4050 и на демонстрацию самого значимого восстановления за одну торговую сессию, там больше 100 фунтов. Но потом последовали распродажи. Около 130-140 фунтов потерял фунт и вернулся снова ниже отметки 1,40. И сейчас мы говорим про котировки 1,3961, чуть ниже, чем мы котировались на открытие торговой сессии понедельника. Здесь ему причины продолжающейся сага вокруг Брекзита, потому что был позитивный фонд для фунта отыгрывать скорое и прогнозируемое на май о повышении процентной ставки, если мы активно занимались. Но только на рынке появились сообщения со ссылкой на лидера либаристов по Корбину о том, что Англия до сих пор понятия не имеет, какого плана придерживается Тереза Мэй. И это участникам рынка было воспринято как обновление новостного фона по Брекзиту и обновление отнюдь не положительное. Потому что если у переговорческого комиссета нет четкой дорожной карты, как дальше общаться с представителями Европейского Союза, то и вероятность быстрого достижения прогресса тоже не так уж и высока. Но это не мои выводы, друзья. Это то, что вчера использовался рынок, чтобы оправдать распродажи британской валюты. Я считаю, что мы пока на это можем не обращать внимания. Все-таки настраиваться на изменения монетарной политики и на более-менее уже официальный комментарий. Непосредственно со ссылкой на участников переговорческого процесса Европейского Союза. Ну и, собственно, я здесь, как и всегда, больше оптимист. Поэтому жду поддержки для британца и никак не могу подать данный рисковый инструмент. Доллар канадец. Сейчас котировки 1.26.82. Мы продолжаем постепенно восстанавливаться. Причин очень много. Но сейчас трейдеры, так же, как и мы, очень ждут данные по экономическому росту в пятницу. Считаю, что этот отчет может стать причиной очень крутого роста канадца. Мы, кстати, друзья, тоже такой сценарий обозначили в ходе еще вчерашнего брифинга, потому что планируем добраться до отметки 1.28 до конца этой недели. И если уж не слабая статистика по Канаде, то, по крайней мере, риски возвращения и восстановления нисходящей тенденции по нефти могут оказать нам поддержку в распродажах канадца. Не забывайте также еще и про перспективы роста доллара и про те проблемы, с которыми некоторое время назад столкнулась канадская экономика в связи с снижением отгрузки волеводородов американским покупателям. Потому что производители нефти в штатах сейчас стараются уже охватывать потребности внутренние за счет собственного производства. И подобная тенденция явно идет не на руку канадской экономики, которая привыкла и уже давно стала зависима от поставок углеводородов на территории США, потому что из-за географических особенностей именно штат является ключевым потребителем канадской нефти. Ну, перспективы с канадцем тоже ясны, поэтому давайте резюмировать. Сегодня в 16.30 у нас выступление Джерома Паула. Это событие номер один, возможно, даже не только текущей торговой сессии, но и, вероятно, даже весенний день. Настраиваемся на то, что его комментарии станут причиной повышенного спроса на доллар и смогут оказать определенное давление на позиции американского фондового рынка. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание тем, кто присутствовал в прямом эфире, тем, кто просматривает записи на канале на YouTube. И еще больше спасибо тем, кто не забывает про то, что есть возможность ставить лайки, большие пальцы на нашем канале, в секции юбрифингов. Каждый день, собственно, контента мы добавляем именно туда и стараемся, чтобы вы были в курсе всех событий, которые на рынке происходят. Друзья, на этом все. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что раз у нас есть грядущие мощные, важные фундаментальные события, значит, заведомо готовясь к серьезной волатильности, мы должны быть более пристальны, более внимательны, умудительны касательно тематики контроля рисков. Не злоупотребляйте этими правилами, не допускайте загрузку по вашим депозитам, скажем, с плечом больше, чем 1 к 10. На этом все. Всего доброго. До свидания.